МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национальный Тимир Юрьевич, ваша информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Двух сердец, одно решение. Семейным парам вручили государственные награды за любовь и верность. Эх, дороги! Почему реконструкция магистралей не радует? До чего дошел прогресс? Школьник из Чувашии среди лучших изобретателей мира. Быть вместе в горе и в радости. Михаил Игнатьев вручил награды супружеским парам, которые пронесли эту истину через многие годы. Секрет семейного долголетия узнавала наша съемочная группа. Предстоятель храма усекновения главы Иоанна Предтечи города АллатРь. Савенкова Ирина Васильевна. Псаломщик храма усекновения главы Иоанна Предтечи города АллатРь. Читая Савенковых скромничает. Мол, не заслужили мы ордена родительская слава. Андрей и Ирина прожили в браке 20 лет. За это время в семье появились 8 чудесных детей. Быть одним целым – это неданность. А задача, с которой надо справиться, обоим супругам. Подчеркивает отец Андрей. Брак на самом деле – это высшеучебное заведение, в котором нужно будет учиться, любить каждый день. Наступая на свои какие-то, может быть, недостатки или желание учиться, жертвовать чем-то ради общего, целого. Ради той семьи, которую Господь создал, а человек уже не разлучает. За последние три года в Чувашии заметно увеличилось количество многодетных семей. Такие понятия, как честь, долг, любовь к родине – непустой звук для детей, выросших в атмосфере любви и понимания. 20 семейных пар получили ордена за любовь, верность и достойное воспитание детей. Вы удивительно счастливые люди. Вы вырастили прекрасных детей, сохранили и пронесли через все годы супружеской жизни бесценное богатство, любовь и душевную щедрость к близким людям. Вы удивительно богатые люди, потому что богатство семьи заключается не в финансовом капитале. Богатство семьи – это прежде всего человеческий капитал, когда каждый член семьи является ее достоянием. Укрепление семейных ценностей – это одна из главнейших задач, стоящих перед нашим народом. Подчеркнул глава Чувашской республики. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Побывать в Чувашии, не выезжая из Оренбургской области – это возможно. В столице именно этого региона 10 лет назад появилась национальная деревня. Она находится в центре города. По ее улицам во время своей рабочей поездки в Оренбург решил пройтись и глава Чувашии – Михаил Игнатьев. Компанию ему составил и мой коллега Дмитрий Ковалев. В Оренбурге о культуре и традициях других народов местные жители узнают не только из телепередачи книжек. На одной из улиц прямо в центре областной столицы выросла необычная деревня. Это не просто дома, а ворота в разные республики и страны. Территория Чувашского подворья словно картина из далекого прошлого. В деревянной избушке – настоящий музей. Экспонаты для него собирали всем миром. Глиняные горшки, чугунные утюги, национальные костюмы, деревянная посуда и даже ткацкий станок. Это все использовали в быту наши предки. Ездили и в Чувашскую республику, и в Башкирию, и в Саренбургской области. Сейчас пополняется фонд за счет дарения гостями. Приезжают и из области к нам, преподносят дар экспонаты, и из Чувашской республики привозят. Сколько за эти годы удалось собрать экспонатов, затрудняются сказать даже сотрудники музея. Картины, которые висят на стенах, преподносили в дар чувашские художники. А недавно здесь выступал и известный чувашский певец Вячеслав Христофоров. После концерта он даже подарил музею свою гармонь. Сейчас она украшает национальную экспозицию. Глава региона в Чувашском подворье – гость долгожданный. Сюда он приехал впервые и остался доволен увиденным. Люди познают культуру, ибо культура любого народа является неотъемлемой частью российской культуры. И с этой точки зрения все это богатство должно передаваться с поколения поколения. Это место, где люди, приходя, могут, посмотрев, вникнуться, познать культуру любого народа. Это очень важно, и тем более все это находится в центре города. Чтобы попасть из Чувашского подворья в Татарское или Мордовское, достаточно только перейти дорогу. Здесь все расположено компактно. Но на этой улице прописались и гости из других стран. К примеру, напротив расположен армянский дом. Пока в национальной деревне расположено только 10 дворов. Но всего в Оренбурге в мире и Согласии проживают представители 119 национальностей. В этой области тоже проводят праздник Агадуй. А в некоторых селах преподают и чувашский язык. Создали мы методологический центр. Это методический в одной из школ, куда завозим учебную литературу. И оттуда уже распространяем в остальные школы. И дети, они занимаются и вышивкой, и танцами. На территории Чувашского подворья в ближайшее время решили установить и памятник просветителю Ивану Яковлеву, чтобы почаще напоминать гостям о том, кем гордится республика. Митрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Из Оренбургской области. Строительство кольца на проспекте Мира в столице, как и было обещано городскими властями, завершилось ко дню республики. Вот только жители близлежащих домов не очень довольны. Не все сделано в плане благоустройства. Кроме того, на новой зебре, которая появилась после строительства дороги, уже произошло несколько аварий с пешеходами. Почему-то водители не признают здесь знака «переход» и не спешат уступать дорогу. Кто должен позаботиться о благоустройстве даров и безопасности чебоксарцев, выясняла наша съемочная группа. За моей спиной тот самый нашумевший переход. Совсем недавно здесь под колеса машины попала женщина. На ее месте мог оказаться каждый, ведь еще пару дней назад этот переход сложно было назвать пешеходным. Тут не было даже привычной зебры. А все, кому хоть раз приходилось переходить дорогу, вспоминают об этом содрогании. Они говорят, это все равно, что по минному полю прогуляться. Я каждый день сюда хожу на работу, перехожу в дом печати. Мне страшно, да, на самом деле. Машины не останавливаются. Я жду, пока соберется толпа. Умирать-то к месте не страшно. В дорожных происшествиях принято чаще винить водителей. Мол, скоростной режим не соблюдают, на знаки не смотрят. Конечно, этот грешок за ними водится. Но делать крайними только их будет несправедливо. Да и, кстати, место для перехода, пожалуй, одно из самых худших. Хотя, как выяснилось, это временное неудобство. В проекте пешеходный переход не предусмотрен. Он сейчас пока действительно временный. Пешеходный переход будет проходить по, получается, по типроводу, вот где железная дорога поверху. И, получается, уже жители, граждане будут ходить именно в том месте, согласно проекту. А вот этот временный пешеходный переход, он будет закрыт. Закрыть временный переход обещают к середине августа. А пока жителям остается делать крюк либо в сторону железнодорожных путей, либо накручивать лишние сотни метров в сторону торгового комплекса. А мамочкам нарезать круги придется с малыми детьми, ведь существующий переход ведет к торжественно открытому в День Республики детскому городку. Но пешеходный переход не единственная беда жителей. Остро стоит вопрос о благоустройстве дворов близлежащих домов. Как только прошел День Республики, рабочие с этого участка сразу исчезли. И около домов на проспекте Мира осталась непролазная грязь и облака пыли. Остатки ремонтных работ. Выходя из дома, вот как раз оглядываешься и думаешь, почему люди не летают, как птицы. Выйти из дома невозможно, только в резиновых сапогах. В офис идешь, приходишь на работу, вся грязная. Сейчас перекопали, благоустройство никакого не сделали. С детьми выйти погулять, ну с коляской, ну куда только спустился с крылечкой, и все, даже вокруг дома не пройдешь, потому что грязно. У нас в квартирах больше грязи стало сейчас из-за этого. Ничего не делается, не заканчивать после себя. Озеленение обещали мне главный инженер Николай Юрьевич. Так и не сделано. Трутовары, идущие нашему дому от магазина, разрушили. Тоже асфальтом не покрыли, понимаете. Я так надеюсь на эту организацию. И вот это безобразие во дворе, вот это все развели, раскопали. После дождя все ямы провалились. Очень хотелось, чтобы все-таки порядок навели за собой. И пройти где-нибудь невозможно. Ну какие каблуки там, вот тут даже, вот тут где ходить. Очень безобразно. Сейчас дожди были, это вообще не уносим уже. Прямо тут не в колено грязи, ходим вместе. Очень неудобно. На вопросы жителей о благоустройстве ответил главный инженер компании «Чуваш Автодор» Николай Орденков. Ну сейчас вот в данный момент идет благоустройство, получается, подъезда к дому 35-33. Почему не могли сделать здесь благоустройство в свое время? Потому что производилась перекладка сетей по газу. Вот сейчас в данный момент газ переложили. Значит, здесь будет проходить дорога, тротуар для пешеходов. И, соответственно, озеленение. Как бы людям хочется, я понимаю, что хочется прям все и сразу. Но так не бывает. Есть свои психологические регламенты, которые мы должны соблюдать. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. Открытый город. Проект, в котором каждый житель муниципалитета имеет возможность непосредственно обратиться с вопросом к представителям органов власти, высказать свое мнение и быть услышанным благодаря заполненным анкетам и личным встречам. Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления, поддержка различных форм гражданского участия – это позиция администрации города Чебоксары, нашедшая свое воплощение в проекте «Открытый город». В рамках данного проекта в администрации Калининского района проходит анкетирование, главная задача которого – узнать мнение горожан о работе органов местного самоуправления. Теперь очередей за оказанием различных услуг в госучреждениях намного меньше. Например, на прием в отдел охраны детства за два дня могут попасть от 60 до 70 человек. Все приходящие на прием могут оставить свое мнение в анонимной анкете. После того, как мы принимаем граждан, мы даем анкету, анкета анонимная, они в коридоре у нас заполняют анкету, там есть поставленные вопросы. Сколько раз они приходят в отдел за получением той или иной услуги, в первый раз или неоднократно приходят, сколько минут они ждали в очереди вопрос. Удовлетворены вообще нашей работой и, естественно, в конце пожелания для сотрудников. Анкеты всех посетителей обрабатываются. Как отмечают сотрудники отдела, письменные жалобы недовольных обслуживанием в администрацию не поступали. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика. Вы когда-нибудь задумывались о том, что обыкновенный дуванчик не просто сорняк, а маркер экологической ситуации? Или что с помощью магнитных полей можно удалять с поверхности воды загрязнение, оставленное нефтепродуктами? Этими и многими другими научными разработками интересуются российские участники международного конкурса Google Science Fair. В их числе и представитель Чуваше Максим Смирнов. Он разработал транспортное средство для инвалидов. Наша съемочная группа встретилась с Максимом. Оказалось, что он не единственный в семье изобретатель. Это транспортное средство Максим изобрел специально для двоюродного брата. Пока это только модель, но в будущем Максим планирует выпускать их по заказу. Модель состоит из четырех пар колес. Диаметр одного колеса меньше диаметра другого. Между парами колес расположены рычаги и опорные элементы. Каждая пара колес совмещена с электромодором и редуктором. На каждые четыре пары колес. При движении по горизонтальной плоскости с твердым покрытием на поверхность перемещения опирается колеса большего диаметра. Максим окончил восьмой класс Чебоксарской школы номер 62. На Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» Модель Максима получила золотую медаль и высокую оценку китайских специалистов. Вообще это не первое изобретение Максима. Его устройство для безопасности транспортного средства уже получило патент. Я самостоятельно учился. Читать любил. Технические книги читал много. Вот поэтому, наверное, я научился изобретать такие, что нужно в жизни. Именно Василий Смирнов дедушка Максима считается основателем династии изобретателей. Когда-то в хозяйстве появились аэросани, самоходные машины, которые облегчали труд на селе. Его сын всегда наблюдал за работой, а позже и сам стал заслуженным изобретателем. Надо все же побольше общаться со своими ребятами, с детьми. Посмотреть, какие у них интересные мысли рождаются. И эти мысли направить в правильном направлении, их развивать. Имеет несколько патентов и старший брат Максима. Алексей представил на московском авиакосмическом салоне свое изобретение. Транспортное средство на воздушной подушке. Имеется куполообразная платформа с отверстием. На него устанавливается вертолет с истекшим сроком службы эксплуатации. При вращении лопастей поток воздуха, создаваемый лопастями, делится на две части. Более сильный поток охватывает платформу по периметру. А остальной поток под платформой приподнимает всю конструкцию. Пока Максим еще учится в школе. В будущем планирует, как отец и старший брат, получить специальность инженера. И продолжать изобретать. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров. Республика. В Чебоксарах все больше молодых людей увлекаются танцами. На этот раз мастер-класс в стиле данс-холл прошел во Дворце культуры имени Хузангая. Как осваивала ямайские ритмы танцующие молодежь столицы республики, выяснили Анастасия Алангина и Николай Яковлев. Познакомить чебоксарскую молодежь с ямайской культурой приехал танцор из Ульяновска Кирилл Крупочкин. Он с детства занимается танцами, сначала брейк-дансом, хип-хопом, а сейчас и другими урбан-культурами. Кирилл увлекся одними из видов уличных танцев. Это мой первый выездной мастер-класс. В городе мы периодически делаем и дни открытых дверей, и благотворительные какие-то мастер-классы проводим. А я только рад поделиться с людьми, которые горят танцами. Данс-холл – танцевальный стиль, появившийся на Ямайке в 70-х годах 20 века. Представляет собой новое развитие музыки раги. Популярным он стал в 80-х годах, а широкую известность в мире приобрел уже в 90-е. Данс-холл – это стиль жизни для многих людей в Южной Америке и на Ямайке. Во время мастер-класса участники узнали об истории стиля, обучились базовым комбинациям. Во второй день – хореография, и в конце всех ждет зрелищный батл. Организаторами истории интересного мероприятия являются девушки-танцоры из группы X-Crew. Я занимаюсь танцами уже три года. А этот стиль я начала танцевать, данс-холл уже... Сколько я танцую? Наверное, тоже года три, да. Я так же, как Катя, мы танцуем вместе, а я, может быть, чуть-чуть подольше. Четыре года данс-холл. Я бы не сказала, что я занимаюсь долго, не сказала бы, что занимаюсь постоянно, но он меня всегда интересовал. Музыка – это данс-холл. Это единственная, наверное, музыка, которая мне нравится всегда при любом настроении. И вот, поэтому, когда я ее слышу, хочется просто танцевать. Как отмечают специалисты, в нашем городе очень сложно этому стилю развиваться. Мало профессионалов в стиле данс-холл. Поэтому организаторы были очень рады видеть только заинтересованных танцоров. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении «Чуваши». Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин